Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 6 августа, и я подошла к сорту бердский крупный, потому что после того, как я показала его в зеленом виде, сколько завязи, многие стали интересоваться, как именно выращивать, ну, все подробности о нем. Потому что люди понимают, что сорта, созданные сибирскими селекционерами, именно сибирские, они не только хорошим качеством отличаются, и высокой урожайностью, но и стойкостью ко всем изменениям погодных условий. Люди, глядя, какая у меня погода, не очень благоприятная, если так честно, видят, как у меня созревают томаты, они понимают, что эти сорта именно стойкие, они неприхотливые, они за это у нас ценятся. Я тоже, у меня основная часть сибирские сорта. Ну, что собой представляет бердский крупный? Эти томаты, они универсальны, они могут расти и в пленочных теплицах временных, и в стационарных, и в открытом грунте. Это сорт высокоурожайный. Первый урожай они дают довольно-таки рано, они вот на нижних кистях поспели у меня в июле, в конце июля. Ну, и потом они продолжают плодоносить, вот там вот выше, там где листья, там еще кисти нижние созрели, верхние еще будут зреть. Поэтому сорт относят к раннеспелым, потому что он среди других, вот у меня вот эти все крупноплодные, они еще не все так дружно поспели, а он спеет именно дружно, сразу нижние кисти. Помидоры вырастают крупными, но в зависимости от погодных условий, конечно, и сладкими, вкусными. Причем, чтобы получить крупный, сладкий, вкусный, бердский, крупный, не надо предлагать никаких условий. Вот посадил, я его просто нижние, удаляю пасынки, и нижние листья обрезала, все. Так, какие характеристики именно растения? Оно полудетерминатное, то есть, его не надо будет прищипывать. Вот видите, если пойдем вверх, я уже показывала, там бычий лоб в два раза больше, и вот там казаново стоит, вообще как деревья, до крыши дома доросли. А эти такие компактненькие, красивые кусты. Ну и производитель заявляет, что с одного куста можно собрать 3 килограмма помидор, это значит, где-то 10-12 килограммов с квадратного метра. Вот по 3 килограмма, я думаю, даже я нынче в эту погоду соберу. Сажик, уйди. Плоды крупные, и важно, что рост кустов не превышает одного метра, это простота в уходе. Это лишний раз, нет лишних пасынков, не нарастает, не надо тянуться, не надо подвязывать. Так, дальше что еще сказать? А, ну подвязывать все-таки обязательно. Вот этот метр, который вырастает, вы видите, как он сильно нагружен урожаем. Сажик, уйди. Его подвязывать надо, я подвязываю неоднократно, один раз подвязала, потом второй, третий. Вот по 3 раза у меня уже подвязано, еще верхушку буду еще раз подвязывать. Ну и кусты, плоды, стойкие, пишут производители, что к болезням. Ну и действительно, вот сейчас они уже поспели. Единственное, что у нас дождливая погода, и хоть и заявляют, что он не трескается, они вот уже, когда начались дожди, все-таки трещинки появились, но они, как вам объяснить, они запропковались пробкой, стали, не загнивают. То есть, никаких болезней нет в этих трещинках, я этим сильно недостатком это не считаю. Что важно, вот эти вот кусты, они переносят и ветреную, и дождливую погоду, но ветреную погоду им легко переносить, потому что они короткие в высоту, большие у меня заваливаются, прям падают иногда вместе с колом, кол ломается. А перепады температур, я не замечала, что они на них действуют, раз он для открытого грунта. Если описывать сам плод, вот видите, они такие большие, то они плоскоокруглые, вес 400-500 грамм, но если благоприятные условия, то могут достигать плоды до 700 граммов, нынче я еще не завешивала, потом посмотрю. Они такие будут потом насыщенно красные в конце сезона, но сейчас уже верхние тоже, уже они покраснели, видно, что сорт будет такой красный. И написано, что томаты не трескаются, но это, конечно, если изменяется, нарушается режим полива, если заливать вот в тот период, когда они уже налились и созревают, любой плод обязательно треснет, потому что куст воду потребляет для налива следующих плодов верхних кистей, а все-таки получают и нижние кисти. Вот я рассказала, что у нас была засуха-засуха, потом резко полили дожди и трещинки все-таки показались. Но это не критично, они не загнили, они так целые висят, и для употребления они все-таки идут. Так, плоды плотные, и, конечно же, они, когда созреют, внутри они такие мясистые, сахаристые и сладкие на вкус. Особенно нынче все томаты сладкие, лето было теплое, много солнышка. Но еще плоды, они неровные, отличаются ребристостью. Ну вот тот, который вверх не сильно ребристый, это, конечно, просто он так, как уродство сформировался. А вообще они вот такие слаборебристые, плоскоокруглые, красные плоды, такие вот классическая форма томата. Ой! Ну что еще сказать, что он универсального назначения, конечно, для цельноплодного консервирования он не подойдет, потому что он крупный, а для всего другого салат, сок, кетчуп, паста, все томатозаготовки использовать можно хоть куда. Даже некоторые в бочках такие томаты солят по старинке. Конечно, формировать его нужно в один-два ствола. Вот у меня в два стволика, они сформированные. И в два ствола обычно делают для того, чтобы кисти завязались пораньше, особенно вот у нас в сибирском регионе, чтобы успели вызреть. Вообще вот этот сорт, бердский крупный, многими специалистами считается одним из самых лучших работ сибирских селекционеров, что действительно никаких проблем с ним нет. Он и крупный, он и спеет рано. Он и невысокий, удобный вот так вот для использования, для ухода. Даже пожилым людям намного удобнее вот с такими пенсионерами с короткими томатиками, чем с длиннющими вот с теми. Но те тоже я высаживаю, видите, бычий лоб. Он тоже красивый, но в два раза длиннее. Конечно, этот удобнее. Он под руками подошел, раз-раз сделал, что нужно. Вот это вот общий обзор сорта бердский крупный. Больше я к нему подходить не буду, потому что там зреют уже очень много новых сортов. Вот это вот краснеет вечный зов. Потом там крупняк начал спеть, Анжела гигант, Ботяня на улице, Пудовик. Все это спеет. Для того, чтобы все сорта вам рассказать, я вот начинаю пораньше, которые начинают созревать, все вот показала. Это бердский крупный. Потом буду делать дегустацию, покажу вам мякоть, и все. Для общего знакомства этой информации достаточно. До свидания. С вами была Ольга Чернова. Это наш сибирский урожайный крупноплодный сорт бердский крупный. Редактор субтитров А.Семкин